хоба привет с вами доктор влад у нас минус 2 градуса и даже немножко снежок есть на машине во всяком случае на капоте лежит у нас нормальная погода вот в это время до нормальный климат как говорится новости теперь но первая новость очень интересная у нас есть ольга которая собирается замуж за иностранца вам уже рассказывал у нее все получается мне все даже очень хорошо получается но дело в том что коронавирус и к ней иностранцы не едут вот спросили какой на каком сайте знакомства она выбирала несколько выбирала и вот ей больше понравилось f dating.com я знаю этот сайт да действительно нормальный сайт вот так что вот спасибо ольга я озвучиваю то что вы написали так теперь чего еще у нас а ну и новости да как от коронавируса спасается в америке в израиле мне написали на моем сайте там знакомый илгиз вот и ну и спрашивает как вы спасаетесь ну мне спасаться не надо чего я дома сижу вообще вероятность того что я схвачу этот коронавирус нулевой когда я в америке иду в магазин это уже статья или когда сажусь в такси надеваю одноразовые перчатки вот у меня целая коробка одноразовых перчаток я их надеваю снимаю каждый раз когда выхожу из магазина или еще откуда-то потому что коронавирус это тяжелый вирус он падает на поверхности может оставаться на металлических пластиковых поверхностях до трех дней такси я протираю ручки также я протираю ручки двери квартиры такими салфетками с хлоркой у нас тоже такие есть я делаю это каждый раз когда вхожу в квартиру я протираю ручки квартиры и двери и холодильника и так далее мой руки с горячей водой в кармане лежат санитайзеры это америка американцы ну в очереди старается подальше держаться и так далее ну в общем все правильно так в израиле поучитесь в израиле там каждому заболевшему присваивается номер не раскрывая личных данных но на всю страну оповещают откуда эти люди когда заразились и самое главное как они передвигались по стране буквально по часам в какие заведения заходили каким общественным транспортом пользовались ходили на учебу на работу и т.д. все кто был в то же время в том же месте могут сразу сообразить что надо уйти на карантин особенно если есть симптомы вируса ну тут пишет рашкин это рашкин пишет между прочим почему-то валерий рашкин депутат госдумы я еще за него голосовал в саратове свое время мне отец такой кому не заядлый я решил сделать для него хороший вот проголосовал эта практика должна быть срочно введена в россии но я представляю в сибирском селе мужик отслеживается как он идет в туалет с дырками ладно это израиль это америка это нормальные страны в италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд я тут недавно немножко прошелся не очень хорошо насчет итальянцев что они все какие-то чумазы на на у них от этого коронавируса много а вот тут вот бах но в италии много да ну а в индии то нет ничего не слыхать а уж чё там творится ой чё там творится кучу нужно делать прививок если вы едете ну вообще обычно да в индию туристам а там ничего что-то нету нас там бронет живет кстати в индии наш очень славный комментатор который все время первый приходит и у него столько золотых медалей на моих роликах и но вот он ничего вроде все хорошо у них там плюс 30 а ну может быть поэтому что плюс 30 италия вот даже обошла китай по числу жертв коронавируса у его ну ладно нет не хорошо власть власти швейцарии запретили собрание более пяти человек и призвали сидеть дома министр здравоохранения объявил такой суровый вид у него швейцарский нож так youtube ухудшил как качество роликов странах если за коронавирус ребята качество то есть разрешение слишком много людей дома сидит слишком многие смотрят youtube вот его для того чтобы трафик был поменьше разрешение по умолчанию будет 720 на 576 вот так вот ну то есть похоже будет качество но мне-то наплевать на меня чё смотреть вы так меня знаете сто раз оружие массового заражения правда эпидемии коронавируса кто заказчик глобального финансового передела но вот и да вот со многими говорили что ну вдруг это действительно вот кто-то придумал да но опять же ищите кому выгодно и юсиф кстати в ролике тоже говорил ищите кому выгодно ну вот статья ну ребят я как-то не очень верю во все вот эти статьи вот просто я не буду читать что вам голову не морочить да единственное что вот именно здесь написано почему в таиланде алджире амане иране макао такой высокий процент выздоровевших а индия с ее огромным населением и низким санитарным уровнем почти не затронут эпидемии неужели медицина и систем профилактики в этих странах на порядок качественнее европейских или американских конечно нет зато в этих стран есть одна общая черта здесь нет финансовых рынков вот с точки зрения финансов чел подошел пытается объяснить ну может быть и так не знаю я не буду углубляться так путин подписал указ о выплатах на детей от трех до семи лет ну правильно конечно если до трех ты дожил не помер значит ты будешь хорошим воином вот а после семи вообще наплевать там школа будет уже тобою заниматься будешь маршировать и так далее я вот так это рассуждаю ребят как хотите так трейдеры готовятся к худшему после быстрого роста цены нефти да цена на нефть вроде подросла а сейчас опять падает и падает и падает настоящий обвал начнется с апреля когда обещаны дополнительно объемы нефти и саудовской аравии наводнят рынки вот тогда они обещали но им долго это нужно закачать в контейнеры воза вот эти вот на и значит чтобы доставить до потребителя газ жиженый газ конечно труп у них нету так продажи жилья на вторичном рынке сша выросли на 6 половина процента не не знаю с чем это связано увеличилось да такого такого роста не ожи не ожидали в общем ладно это в америке у нас пентагон сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты вот без мультиков вообще пентагону надо на путина молиться он также значит в россии там все время шумит туда-сюда у нас новое оружие вот и пентагон потихонечку требует денег с конгресса там откуда не требуется трампа и вот они до запустили гиперзвуковую ракету куда надо летел до москвы обратно да нет так сейчас смотрим дальше министр кравцов о переносе егэ и огэ ну вот в общем вряд ли вряд ли будут переносить непонятно нет ясности министерство просвещения пытается рулить образовательным процессом в стране в условиях которым не был готов никто страшных снах министры не видели таких ситуаций что половина школьников один день ушли на дистанционное обучение да ребят ну и неизвестно что будет но доживем до лета вам еще надо пережить 22 апреля потом 9 мая а потом только лето будет так фэммэ б а разработала совершенственный тест для диагности коронавируса федерально это в россии тест-система за 90 минут наверно пора уже на оболочке да нет кто тут глава агентства вероника скворцова чё там незнакома эта фамилия уж не она ли была министром здравоохранения пояснил а мадам орбидол точно пояснила что новая разработка позволит сократить время исследования при этом обеспечив высокую точность да не верь я ей что хотите со мной делаете режьте меня на кусочек кушайте меня с маслом это кто так говорил ракен аркадий сакович китай отказывается от российской нефти за санкции сша а трубу же какую провели да они не 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 надо не надо это да князь монако альберт второй заразился коронавирусом ух ты а я слышал по нему такой бабник прости господи но по-моему он женился уже сейчас то князь продолжает работать из офиса еще князья какие-то есть а а тут дальше звезда игры престолов заболела коронавирусом не смотрел этот фильм и смотреть не буду а дальше что тут аршавин подал в суд на барановскую но это можно бесконечно читать губернатор калифорнии приказал 40 миллионам человек сидеть дома я про сан-франциско слышал на касса все да сидите дома 40 миллионов дом сидите в калифорнии 900 заболевших и 19 погибших в ницце из-за коронавируса начал действовать комендантский час но это внизу тут пожилые жители швеции отказываются оставаться дома из-за коронавируса да пошли бы все да многие жители дьотеборга пожилые жители 2 по размеру города швеции игнорируют рекомендации продолжают вести обычную жизнь посещая магазин библиотеки рубля общественные места мне тут вчера жене звонила женщина с балтимора и тоже говорит да пошли они все скучно дом сидеть скучно так троллейбусы и трамваи в красноярске оснастили дезинфекторами для рук боюсь открывать следующую статью скорее всего их уже сперли ну не знаю ну вот да оснастили так российские ученые расшифровали геном коронавируса я тащусь это как в старом анекдоте нашли мумию старинную вот и решили выяснить американцы немцы и русские значит сколько лет этой мумии вот американцы бились-бились ничего немцы бились-бились ничего русские пригласили кгб там нас в комнате какие-то крики вот выходит и говорит 500 тысяч лет а откуда вы знаете он нам сам сказал вот наверное также расшифровали геном коронавируса что-то в этом роде так помпео обвинил россию китай и иран в дезинформации коронавирусе но где россии там дезинформации тут даже нечего обвинять это нужно просто записать в конституцию сша майк помпео госсекретарь министр иностранных дел кстати лаврову 70 лет исполнилось если кто хочет выпить вот хороший повод есть так лаврова знаете человек лошадь в гп заявляют что пп на пп ну что это вот это вот а гп кто такой гп генпрокуратуру так бы написали за это да у нас женщина одна писала на скорой работал жп не пп если что такое желчный пузырь не пальпируется вот в гп заявляю что валерию соловью грозит административно ответственность за ложную информацию коронавирус а помните слове там соловей соловей пташечка он сказал что там 180 тысяч инфицированных это все неправда вот и ему грозит административная ответственность супруги скобеева и попов отказались видеться из-за коронавируса вот у меня раньше был точка отчета это мой третий брак да вот оказывается жены еще хуже бывает я посмотрел скобееве тоже чья-то жена уйу да я сочувствую товарищ Попов. Да, они отказались видеться из-за коронавируса, и теперь программа, на неё посмотреть, я сразу откажусь видеться. Да ну их вообще, чёрт с ней с этой новостью. Владимир Путин оставит Россию без зарплаты пенсии. Интересно рассуждает Иван Чумаков. Он говорит, что Путин собирается выполнять все свои социально-экономические обязательства. Ну, ништяк, да. Даже если он это всё сделает, а может сделать. Так, а рубли-то сейчас уже гораздо меньше. А рубль-то сейчас стоит меньше, и поэтому, да, он выполнят. А на самом деле, фактически, это никакой честности здесь нету. Потому что деньги-то упали, упали. Да, интересно. Я не сомневаюсь, Владимир Путин это в конце выполнит формальную часть обязательств, выплатив пенсии и зарплаты. Вот только высока вероятность, на них купить ничего не получится. Матвей Гонопольский прошёлся насчёт Памфиловой. Какая-то личность интересная, Гонопольский. Памфилова себя уже не контролирует. Знаете, воистину абсолютная власть возвращает абсолютно. Они сидят там наверху и прям сочатся всевластием. Но если раньше были хоть какие-то рамки приличия, то у них вообще съехала крыша. И они, уверовав, что россияне-холопы учат их смирению. Давайте разберём цитату Памфиловой. Так, с моими вопросами, ну, с его вопросами. Мы все и так понимаем, кто понимает, почему и так, что та процедура, которая проходила, религитимизирует те поправки, которые приняты в скобках, если всё религитивно, зачем всенародное голосование? Оно религитивно, потому что религитивно избрана Госдумой, Совет Федерации. Ещё раз, если все религитивные послушно проголосовали, чего вы там рыбаетесь в Кремле? Дальше. Принят этот закон, приняты поправки, уже сам по себе этот процесс религитимен. Снова Памфилова талдычит слово религитивно, но если всё религитивно, принято подписано, какого чёрта вы гоните волну? Секрет волны раскрывает в следующей цитате. И только можно отнестись с большим уважением к тому, что наш президент на этом не остановился, и его желание услышать в данном случае непредусмотренное ныне действующей конституцией мнение народа. Обычно после такой фразы чиновник должен застрелиться, либо должен застрелиться народ, потому что эта дама заявляет следующее. Всё и так легитимно. Раз. Президент нарушает конституцию, совершает антиконституционное действие, объявляя фейковое действие, голосование. Это голосование никакой роли играть не будет, потому что оно неконституционное. И это не голосование, не пребисцит, а просто опрос. То есть, как бы люди не приголосовали, это не имеет значения, потому что Путина просто интересует мнение. Ой-ё, дорогая Александровна, вы просто сошли с ума. Вы себя не контролируете. Глава ЦИК просто не может так лизать ни лично, ни по должности. Я знаю, вы были женщины с достоинством. Если у отстатки окончательно не растворились в путинской кислоте, вы не можете так унижать граждан. Да. Она сказала, что уже всё сделано. Ну, сходите. Путин послушает, как вы к этому отнеслись. Да, ребята. ТАССК. Так, и что у нас тут? А, Твиттер, Твиттер. С чем связана спешка по обнулению сроков? Иларионов. 10 марта на суде выступил свидетель, который сообщил, что находился в момент запуска ракеты рядом с Буком. В этот же момент рядом с Буком находилось несколько офицеров ФСБ. И полностью вы можете посмотреть на Ютюбе. И это, знаете, кто это? Вот Гордон, Дмитрий Гордон и Иларионов. Вот они между собой по скайпу. Вообще-то очень интересно. Ну, может быть, из-за этого, да. О, топ-шутка этого месяца. Страшные времена наступили с этим коронавирусом. Людям нужно мыть руки, готовить еду дома и даже общаться со своими детьми. Так и до чтения книг недолго. Точно. Так, у меня тут комментарии идут. И последнее. Ой. Обнутые, просто обнутые. В центре Москвы, у Красной площади, поменять памятник Жукову. Поменяли памятник, я вам рассказывал. Поменять памятник Жукову на другой, ради того, чтобы спилить к коню Писюн, Жукову поднять руку к козырьку и повесить табличку, что памятник поставил Путин и Золотов. Вот такие дела. Комментарии. На Жукова вообще не похож. Больше на конного мента, который просит предъявить документы. Ладно, ребят, у меня всё. Ещё будет медицинский ролик сегодня. И медицинский ролик будет... Ну ладно, это пока тайна. Всего хорошего. До свидания. Не болейте. С вами доктор Влад. Субтитры сделал DimaTorzok